Всем привет, друзья, с вами Realize и сегодня мы поговорим о том, как правильно слить рейтинг, либо кто-то кубками их называет, и как более качественно сделать это и для чего нужно сливать рейтинг. Итак, друзья, то есть данная тема, в принципе, интересна будет только для новичков, для новоприбывших игроков, те, кто играет давно, я думаю, в принципе, ничего нового здесь не услышат. Итак, друзья, начнем с того, что в игре существуют у нас кубки. Мы их получаем за то, что побеждаем игроков, вражеских игроков на карте. То есть, как вы видите, здесь есть враги у нас на карте, и за победу определенного игрока мы получаем определенное количество кубка. Из этого складывается наш общий рейтинг. Чем сильнее замок врага, тем больше кубков вы за него получите, и, соответственно, наоборот, когда на вас нападают, та же схема работает. Итак, друзья, для чего нам нужно нападать на игроков? Нападать на игроков нам нужно для того, чтобы захватывать у них ресурсы в больших количествах, и также есть у нас в ежедневных заданиях, каждый день нужно обязательно провести 5 боев, поэтому рейтинг, конечно, он всегда только растет. И, соответственно, чем выше у нас рейтинг, тем враги у нас на карте становятся сильнее, и отобрать ресурсы у них уже сложнее, и вы можете дойти до такого рейтинга, что отобрать ресурсы вы уже ни у кого не сможете, а потому что упретесь в определенный максимум. Допустим, кубков, и вы не настолько сильны, насколько у вас есть ваш рейтинг, то есть по кубкам. Поэтому в таких ситуациях, конечно, рейтинг нужно сливать, да и вообще, в принципе, в механике существует здесь такой момент, как постоянно нужно держать данный рейтинг в определенном диапазоне. То есть у каждого игрока он свой, каждый игрок его самостоятельно определяет. У меня сейчас уже 47 уровень замка, это максимальный, и, как видите, кубков, друзья, у меня очень мало, поэтому для меня это выгодно. На меня сейчас мало кто нападает, то есть когда у вас сильный замок, но маленький рейтинг, то вы появляетесь на картах у слабых игроков, и они не рискуют на вас нападать. Редкий случай, когда кто-то так же сольется, такой же сильный, как и вы, и, в принципе, может на вас напасть. То есть вы процентов на 80 себя уже защищаете точно, когда постоянно держите рейтинг в определенном диапазоне. Так как же держать рейтинг в определенном диапазоне, когда он постоянно растет? Друзья, для этого нужно его сливать. Каким образом сливаю я рейтинг? Вот, например, у меня сейчас максимальное количество яблок, и сливаю я рейтинг вот следующим образом. Я вывожу всех бойцов в комнату, в любую можете отвезти комнату, оставляя одного мага. Далее я захожу на карту и выбираю себе такого игрока, при поражении которого я больше всего солью. Смотрим, здесь 20, здесь 21, и проверяем так каждого. Находим, где я вот, 36, отлично. То есть мне нужно как бы максимально слить свой рейтинг. Я его буду сливать до 1900, ну приблизительно мне надо. Когда я солью до 1900, пройдет определенное количество времени, то есть я точно не знаю, те кто знает точно, напишите в комментариях, я, друзья, не засекал. Но через полдня, как только я солью рейтинг, все мои враги на карте поменяются, это точно. И они уже будут 30-е замки, то есть я смогу спокойно на них нападать, а на меня уже нападать никто не будет. Поэтому нам нужно сейчас максимально будет слить свой рейтинг. Смотрим, здесь 36, и запомнили, да, локацию, что она у нас здесь, этот замок у нас находится здесь. Далее смотрим. 34, тоже неплохо. Тут смотрим. 30, 19, мало. 23, 23. Так, все, давайте будем сливать здесь. Мы, соответственно, нападаем на врага. Почему нам нужно максимально искать с максимальным показателем? Потому что мы сейчас будем нападать за яблоки. Давайте посмотрим, сколько стоит напасть на врага на 10-м тронном зале. 45 тысяч, друзья. Это, в принципе, очень много, поэтому яблоки как бы хотелось бы экономить. Поэтому нужно искать, где вы можете максимально потерять очков при поражении. Почему сливаю я именно так? Потому что я сейчас потрачу только ресурсы, яблоки, за нападение. И в случае проигрыша с меня не будут вычитать ни железо, ни дерево, ни деньги. Ну, то есть, не золото. Потому что я, к примеру, коплю золото. Ну, то есть, я коплю, к примеру, ресурсы на какую-то комнату улучшения. Поэтому мне не хочется терять ресурсы. Поэтому я буду нападать сам. Все, нападаем. Да, здесь нам говорят, что у нас неполный состав. Ну, и все, друзья. Далее, как бы, мы нападаем. Нас сейчас убивают. Все, нас убили. Если у вас есть премь, соответственно, вы можете перемотать. И у вас все будет гораздо быстрее. Далее мы опять находим этот замок. Конечно, количество там уже упадет. За нападение. Так. И смотрим. 32 уже стало. Но это уже все равно неплохо. Мы продолжаем на него нападать. Напасть можно три раза. После этого игрок исчезнет уже с карты у нас. Враг. Сейчас мы умрем еще быстрее. Потому что у нас жизни не успели восстановиться. Один ударчик. Я думаю, все. Да. Вот. Мы умираем. И, друзья, вы вот в таком темпе, вы продолжаете сливать рейтинг до определенного количества. То есть, если есть такие игроки, да, которые сейчас меня смотрят, подписчики, и вы столкнулись с такой проблемой, что никого не можете убить на карте. Вам, друзья, просто нужно слить рейтинг вот таким вот образом. Ну и третий раз мы нападаем на этого игрока. Уже 29 мы за него получаем. В принципе, это тоже неплохо. Так. Ну и, грубо говоря, то есть мы уже сольем 100 рейтинга. Напали три раза, слили 100 рейтинга. Если, то есть, вы будете сидеть, ну, долго сливать рейтинг, соответственно, конечно, сейчас кубки за поражение начнут, то есть, падать. Сейчас мы пробежимся. Уже этого игрока у нас нету. Как вы видите, здесь уже два врага. Далее. Здесь у нас тоже было 30, стало 29. На него тоже можно напасть. Но постепенно вот эти кубки, они начнут все меньше и меньше вам давать. И когда вы дойдете, например, до 20, то есть, за поражение у вас вычитают 20 кубков, то я уже, друзья, не советую на такой замок нападать. Потому что, ну, это очень и слишком мало. Вы потратите очень много яблок, прежде чем сольете. Вам нужно будет пять раз на него напасть. Ну, на таких напасть пять раз, чтобы слить себе хотя бы сотню. Поэтому, а это, друзья, все-таки яблоки стоят яблок. Если вам, конечно, девать яблоки некуда, то можете нападать там абсолютно на кого угодно. Вот. Но если вы яблоки экономите, то лучше, конечно, все это высчитывать. Также есть мнение о том, что на ночь нужно вывести всех людей из казармы, из своей, чтобы на вас мог напасть абсолютно любой игрок и вас выиграть. Но, друзья, этому, этой, как бы, тактике нужно придерживаться только тогда, когда вы просто хотите слить рейтинг, и вам не важно, сколько у вас ресурсов. Потому что нужно понимать, как только вы выведете всех из казармы, то у вас ночью начнут у вас все подряд нападать. Да, у вас будет сливаться рейтинг, но они у вас очень много заберут ресурсов, которые вам, допустим, нужны, вы на что-то копите. Поэтому мой совет – на ночь не выводить людей из казармы. То есть, ну, если вам нужны ресурсы, к примеру, только, то лучше не выводить. Либо выводить можно в таком случае, когда вы улучшили какую-то комнату, и у вас практически все ресурсы были на это потрачены. То есть, бывают такие комнаты, когда максимум ресурсов уходит. И вы, как только потратили максимум ресурсов, то на ночь можно вывезти, чтобы при нападении на вас игроку нечего было у вас забирать. Но во всех других случаях, друзья, на ночь лучше не оставлять казарму пустой. То есть, обязательно должны быть там ваши бойцы. И также вы заходите, к примеру, утром в игру, и у вас стояли люди в казарме, в бойцы, но на вас кто-то напал, и вы проиграли. Что нужно сделать? Нужно опять всех вывести бойцов в какую-то комнату, оставить одного и нажать вот статистику, да, на вас напал кто-то ночью. Вы нажимаете «Отомстить». Это тоже такой способ интересный. Но смотрите, да, не попадите в такую ситуацию, когда игрок, который на вас нападал ночью, тоже вывел всех из казармы. И как только вы нападете, соответственно, вы выиграете такого игрока. Нам этот вариант не подходит, на него можно будет напасть чуть позже. То есть, зайдете через несколько часов, и как только он заведет кого-то в казарму, то нажмете кнопку «Отомстить», и вы еще потеряете очков. Так, смотрим, да, победа, победа, поражение. Вот, да, на нас нападал. Вот, смотрите, друзья, сколько было ресурсов потеряно. Но, как бы, я ничего не коплю, мне как бы все равно. Но, представляете, вот вы копили бы, и вот столько ресурсов вы потеряли. Поэтому выводить, это при том, что бойцы были. Выводить, конечно, игроков из казармы лучше не надо на ночь. Так, нажимаем «Отомстить». Чем, в общем, друзья, удобно вот этот способ нападения, когда вы нажимаете «Отомстить». Потому что, да, вы тут, вас мало при поражении, вы потеряете кубков, очень мало. Но, во-первых, друзья, это бесплатно, вы не теряете яблоки, так как бесплатно можно «Отомстить». И плюс ко всему, вы не теряете вообще никакие ресурсы. То есть, ничем не рискуете, просто сливаете себе рейтинг. Все, сейчас у нас будет минус 13. И так мы пробежимся по полному списку и отомстим всем, кто на нас напал. То есть, мы еще раз, грубо говоря, в него убиваемся. И у нас минус 13. Поэтому, друзья, вот эта тактика через «Отомстить», она очень удобная. И еще раз можно пробежаться. Так, на первом мы не нападаем, потому что он всех вывел из казармы. Так, вот еще одного нашли. Нажимаем опять «Отомстить». Смотрим, сколько мы потеряем. 18. Но, опять-таки, аккуратнее тоже он вывел из казармы на ночь своих бойцов. Поэтому тоже мы на него не нападаем. Ну, в общем, друзья, я думаю, вам все понятно. Вы просите меня по 10 раз одно и то же не повторяйте. Так что я буду ролик заканчивать. Всем, друзья, удачи. Всем пока.